Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Фэнтези Мап Генератор, подожди, Фэнтези Мап Симулятор, да, Фэнтези Мап Симулятор вышел в Стиме уже официально, и, соответственно, это уже не демо-версия, это уже прям полная версия, из интересного, что добавили, я покашлял, но это не добавили, это я просто покашлял, короче, добавили мастерскую Стим, возможно, что-то еще добавили, я просто не знаю, где посмотреть, на самом деле, что где добавили, но вроде стало чуть-чуть как-то по-другому. Друзья, как вы знаете, у меня есть свой магазинчик игр, здесь вы можете быстро и легко купить нужную игру, а также, что очень важно, есть пополнение баланса Стим, все нужные ссылочки будут в описании, Турбо рекомендует. Что у нас здесь есть? Федерация, федерация, кстати, ну, по-русски, я не помню, было Federation писалось или нет, как минимум уже все прям по-русски. Казна, смотрите, теперь есть, население, религия, по-моему, не было религии раньше, по-моему, не было населения, по-моему, не было казны, если я не ошибаюсь. Что я могу, действия государства могу, ну, это понятно, это было, редактировать, что я могу редактировать? То есть, изменить, о, я могу изменить тип правления, так скажем, королевство, империя, могу поменять религию, вера Авроры какой-то. Короче, много всяких тут религий, я так смотрю. Так, сельское хозяйство, кочевой, морской, коммерческий, рыболовство и охота. Сложно понять тоже, на что это все, на что это все влияет. Также есть, смотрите, сражаться до конца, то есть, какое-то прям можно воинственно сделать государство. Есть усилить ядро, не знаю, что это такое, но, возможно, это государство будет сильное, я не знаю. Явное предначертание, тоже непонятно. Издеваться над слабыми, бросить вызов, если мы все это нажмем, я не знаю, что будет. Республика Гармониус, да, это вот это вот я нажал. Надеюсь, они пофиксили, когда, помните, там, выбираешь что-то. Так, ну-ка, могу ли я редактировать прям Легион? Легион. Нет, кстати, размер армии вот у него 2000 как есть, так и есть, но не могу я это поменять. Скорость 1-2х. О, добавили, кстати, пятикратную скорость. То есть, можно прям еще быстрее сделать. Так, все, эти воюют, пацаны, с маленькими зелененькими. Посмотрим. А, нифига себе, зелененькие-то неплохо себя чувствуют. Хотя, не, нормально. Зеленых больше нет. Все-таки сверху вот это слишком быстро, видите, пропадает. Вот это надо бы подольше оставить, либо где-то, может быть, в углу, чтобы это появлялось, и ты сам на крестик закрывал бы. Потому что так сложно. Смотрите, города прям по-русски пишутся. Круто. А можно города переименовать, интересно. Действия государства. Выход из Альянса, перемирие. Блин, а вот жалко, что нельзя. Ну, вообще, смотрите, мы можем почитать, какие у игры план развития они хотят добавить. Большую, чтобы карта была еще больше, на 80 тысяч блоков. Возможность рисовать биомы. Редактор рек. Редактор провинций. Вот это вот то, что я, наверное, и имел в виду, да? Хочется, чтобы города там переименовать, там посмотреть, что в них. Импорт изображений в оттенках серого. Не знаю, что это значит. Отображение дорог. Вот это тоже прикольно будет. Система гражданской войны хотят добавить. Марионетчкиных государств. Система особых ресурсов. Лошади, железо и т.д. Пользовательские флаги. Система случайных событий и реформ. Прогрессия по временной шкале. Обалдеть. Распространение рас по миру. Добавление непроходимых зон. Система военных званий. Короче, дохрена еще древо технологий. Это круто. То есть, если игру будут развивать, то это будет прям игра. Возможно, даже прикольнее, чем World Box. Кто знает, кто знает. Она более все-таки. World Box такая, да? Более какая-то мультяшная такая, квадратная. А здесь у тебя в целом вот карта. Вот как будто ты открыл, не знаю, атлас, да, какой-то. И вот эта карта там есть. И прикольно то, что здесь в целом такие флаги. Но можно было бы, кстати, может быть даже, ну вот, да что ж такое. А вместо флага, да, знаете, там, чтобы именно какие-то там, если там танки есть, то чтобы танки было видно. Ну не знаю, как это там, что-нибудь типа того. Так, по поводу городов. На города все-таки нельзя, походу, нажимать, к сожалению. Но здесь, смотрите, есть город просто, города точкой, да, какой-то. А есть города именно какими-то, ну как будто бы, это, наверное, большие города, это маленькие. Так, а видите, тут название, кстати, название страны перекрывает название городов. Было бы прикольно, если ты приближаешь, то название страны не было бы видно, а вот название городов было бы видно. Можно посмотреть внешний вид карты. Так, это понятно. Высота. Какой-то случайный стиль. Свой. Ой, нифига тут стилей. Много. Причем можно реально разные выбирать. Где-то вообще красивый такой. Такой старинный, да, как будто. Блин, даже не знаю, слушайте, а тут сложно определиться, какой. Ну, блин. Такой пусть будет. Так, население можно показать. А, во. Показывается, где больше, а где меньше. А, то есть наоборот. Нет, блин, все равно непонятно. То есть где-то, смотрите, вроде точка, но тут как будто много населения. А здесь вот эта вот штучка, здесь мало населения. Хотя вот здесь точка, здесь тоже мало населения. Непонятно. Текстура бумаги. Тень границы. Вот тень границы можно, кстати, поставить. Наверное, прикольно так выглядит. Скрыть нижнюю панель можно. Показать полное название государства. Что-то вот он не меняется ни хрена. А, вот меняется. Ну ладно. Ширина государственной границы. Чтобы было удобнее, да. Береговой линии. Бла-бла-бла. Короче, много чего можно поменять. Цвет моря, цвет всякого разного. Граница провинции. А, вот провинции. А, вот это именно провинция. А реки, вон они. Ага, понял. Понял, голубые. Смотри, что еще есть, друзья. Настройки. Мастерская. Я уже подписался на карту Европы. Да. Вот так вот. Ну-ка, смотрим, как она будет выглядеть. И это у нас Европа. Да, в целом, да. Ну, немножко такая тут кое-где кубическая. Понятно, что, видимо, тут карты еще не супер большие можно делать. Поэтому как-то так. А можно ли тут как-то добавить сюда... Ну, точнее, чтобы были сразу страны. Видимо, нет. Загрузить со странами. То есть здесь нужно самому добавлять страны. Редактировать. Создать страну. Это удалить текущую карту. Да. Блин. А, о! Прикольно. Слушайте, прикольно. То есть оно все сразу на этой карте. Прямо все сразу поставилось. Вот такая у нас Италия здесь получилась. Блин, прикольно выглядит. Слушайте, а даже плюс-минус, да, вот какие-то страны узнаются. Ну, так. То есть вот и Великобритания здесь как бы есть. Нифига себе. Это какая-то такая очень странная Османская империя у нас получилась здесь. Аж туда. Пермо. Рошиянко. Бренд. Блин, чего? Город чего? Прикольно. Названия городов тоже забавные. Осточенков. А вот интересно, как тут влияет культура, да? А подождите, а как еще культуру менять? Тут культура... А, подождите, а как таковой культуры здесь нет, что ли? Так, этническая характеристика, политическая система. Коррупция даже есть. Уровень коррупции хорош. Да стоп! 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 Маруся! Стоп! Это тупая, а? Так. Автономная дипломатия, кстати, есть. А, ну это чтобы они автоматически что-то делали. Короче, интересно. Вот на что влияет? Вот хочется, да, чтобы там, допустим, вот ты выбрал какую-то культуру, да, там, славянскую. Были бы названия городов такие славянские и так далее. Кстати, вот, теперь видно столицы. Теперь видно вот столицы вот такими вот точечками. Блин, нифига себе, они уже начали все друг с другом воевать. Это жестко. Вот этим красненьким здесь вообще нехорошо, но они вроде ни с кем не уйдут. Так, а здесь что? А, вот эти вот эти. Ой-ой-ой, здесь прям уже какая-то, блин, вообще жесть идет. Короче, прикольно, прикольно сделано. Мне понравилось. Надеюсь, что игра будет развиваться, расти и так далее. В общем, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте про мой телеграм-канал, также про мой магазинчик игр, где вы можете быстро и безопасно купить игру, а также пополнить свой стим. Также у меня есть бусты, если вы хотите меня поддержать, попасть в секретный чат, по ссылочке в описании можете это сделать. И напишите в комментариях, что мне еще позаписывать по этой игре. Может, какое-то прохождение, типа, там, посмотреть за какой-нибудь страной, создать свою страну и так далее. В общем, всем удачи, всем пока-пока.